Первый тур президентских выборов на Украине состоялся. Еще не все голоса подсчитаны, но экзитполы единодушно отдают победу Владимиру Зеленскому. Второе место Петру Порошенко, а третье Юлия Тимошенко. Таким образом во второй тур проходят Зеленский и Порошенко. Кто из них более удобен для Молдовы? Старый друг лидера правящей партии, причем настолько старый, что в случае проигрыша ему прочат переезд в нашу страну? Или хорошо известный шоумен, которому и без Молдовы шоу предостаточно на родной политической сцене? Давайте разбираться вместе. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! И обсуждать эту, на мой взгляд, весьма интересную тему я пригласила моих коллег-журналистов. Каждый из них представляет свое издание. Давайте я вас так кратенько представлю. Валерий Демидетский, бюро ТАСС Республики Молдова. Роберт Западенский, это портал Коммерсант.Инфо. И вам здравствуйте. Валерия Реница, межгосударственная телерадиокомпания МИР. И Илья Киселев, портал голос. Иван, здравствуйте. Ну что ж, знаете, какой сегодня самый популярный вопрос в связи с Украиной? Ставили и в соцсетях, и вообще в средствах массовой информации. Это вот все-таки были там фальсификации. И речь шла, конечно же, о втором и третьем месте. Потому что по данным экзитполам и по обработанным 80%, уже понятно, что это господин Порошенко на втором месте. Юлия Владимировна с этим категорически не соглашается в те самые 3%. Валерий, как думаете? Ну, все знают великолепно, что административный ресурс он что-то дает. Да? Какие-то 5-10% можно из него выкачать. Если говорить, что господин Порошенко пользовался административным ресурсом, это СБУ, это силовики, это вертикаль власти на местах и так далее, и так далее, то его, конечно, результат, он мизерабельный. То есть это провал, полный провал по той просто причине получить 18% при таком ресурсе. Это считается, что он выехал на бровях на этом только административном ресурсе. Но что произошло на Украине, на мой взгляд, лучше всего об этом говорит такая старая байка. Знаете, когда один правитель очень жестокий, значит, он всячески травил свой народ, поднимал налоги, мучил, застрелял работать и всякий раз вечером посылал визиря спросить, а как они на это реагируют. И визирь приходил, говорил, то они плачут, то они сердятся, то они проклинают. И вот, наконец, он пришел и сказал, они смеются. Вот если они смеются, говорит, все, пора прекращать, потому что мы их довели до ручки. Вот этот смех с господином Зеленским, да, вот, о том, что выиграл действительно комик. Все, когда мне говорят, что выбор на Украине выигрывает комик, я все равно вспоминаю знаменитый фильм о бедном гусаре замолнись, говорит, я тебе из тебя из трагика, порой трагика, из тебя комика сделаю. Вот так получилось на Украине. Что стоит за этим, мы, я думаю, дальше поговорим. Спасибо. Господин Западинский, как вы полагаете, выборы действительно были честными, либо имеют право на мнение те, кто говорит, что все-таки власть вот себе пририсовала те самые проценты? Сегодня я прочитал обзор западных газет, начиная от Вашингтон-Пост и Таймс, и все они в один голос говорят, что выборы прошли демократично, прошли достаточно честно и так далее. Я решил себя проверить. Мой товарищ работает международным наблюдателем на этих выборах, я позвонил. Саше, он, кстати, не гражданин Украины, не гражданин Молдовы, гражданин Израиля, избавляет одной из самых авторитетных компаний, которые занимаются избирательными технологиями. Он сказал, что выборы в основном прошли честно. Поэтому говорить о том, что заявляет госпожа Тимошенко, я думаю, что это все из-за того, что в эту двойку не попала она. Спасибо. Господа Реница, вы как полагаете? Я несколько раз слушал известного и вроде авторитетного украинского журналиста Гордона, который тоже заявлял и приводил достаточно веские доводы, что нельзя сейчас фальсифицировать, тем более массово в Украине. Ну а в остальном, хотя бы вот поначалу, это нормальная история, которая случалась и в Штатах с Шварценеггером, Рейганом, и даже у нас с господином Тертуакой. Он не комик, но все равно он был... У него была... Интересная такая... У него была роль... Десять лет смеялись. Да, в сюрпризе, в сюрпризе там тоже много смеялись. Наконец вы поняли, что это было, да? Знаете, Вимила, одну маленькую деталь, извинили. Я на выходные побывал в городе своей молодости, в Черновцах. Случайно совершенно поехал повидаться с друзьями. Я пошел в ужас, честно говоря. Я сказал, что Кирток у нас великий мэр против того, что сделали с Черновцами. Там и яма на яме, и город в таком диком состоянии. И люди, и люди мне все... То же самое можно сказать. Что вы сейчас делаете, господин Демидетский? Вы просто сейчас поддерживаете господина Киртуак, который уже сказал, что будет баллотироваться. Теперь можно, теперь можно. Не, ну я же говорю, человек снова будет баллотироваться. Вы пока не торопитесь. Да, не торопитесь, пожалуйста. Господин Киселев. Ну, я думаю, что все-таки нарушения были. Достаточно просто вот сообщений, причем не только украинских и российских, но и других стран, что зарегистрировано от 900 до 1500 серьезных нарушений. И пишут, что возбуждено уже достаточно большое количество уголовных дел по этим поводам. Нарушения, безусловно, были. Но я думаю, что Порошенко просто выполнил свою задачу минимум на первый тур. То есть у него была задача пройти во второй тур. Было понятно всем, и я думаю, что он достаточно реально сознавал, что в первом туре он никак победить не сможет. Он выполнил свою задачу для выхода во второй тур. Я думаю, что все усилия, он не прилагал для этого абсолютно все усилия, весь административный ресурс, который находится в его распоряжении. Не прилагал или прилагал? Он прилагал для этого не все свои возможности, часть из которых, я думаю, он оставил на второй тур. Как-то загадочно так Илья говорит, как будто точно знает, вот это он сделал, вот это он приберет. За две недели не удастся так много расстрелять уже. Ну, посмотрим. Кстати, вот почему так за каждый процент говорят, что шла вот у них борьба буквально за каждый голос? Потому что вот аналитики многие озвучили такую мысль. Если Порошенко проходит во второй тур, то значит он выигрывает эти выборы. Вы слышали об этом? То есть, да. И согласны ли вы с этим утверждением или нет? Вы знаете, действительно Порошенко задействует во втором туре весь административный ресурс. И очень будет важно, как распределяться голоса соперников. Но вот тот успех Бойко, успех других кандидатов, которые там действительно получили очень много голосов, да и Тимошенко. То есть, в принципе, это не голоса Порошенко. Тимошенко, она же лидировала до конца года, она была первой. Для нее это, в принципе, я считаю, что это провал. Но вы знаете, честно говоря, давайте будем говорить честно, там идет борьба не между партиями, не между идеями, там идет борьба между олигархами. И мы знаем великолепно, кто за кем. Порошенко действительно, он крупный олигарх, он олигарх, который поприжал всех олигархов, да, не в интересах Украины, а в своих личных интересах. И он обидел такого мощного олигарха, как Коломойский, который, в принципе, ему подложил эту свинью на выборах, да. Не случайно Коломойского чуть не объявили, да, вот когда Порошенко сказал перед дублем, что это уже красную черту Коломойский перешел и так далее. Это битва олигархов, конечно, да. И когда мне говорят о том, что вот если выиграет комик, как же он будет управлять Украиной и так далее. Поверьте мне, за ним будет такая команда господина Коломойского, что господин Порошенко вынужден будет не отдать только приватбанке все, что он не отобрал, да еще, наверное, и свое отнести. Вот, поэтому вот эта битва там между олигархами, она будет, и я думаю, что мы посмотрим, как она будет разворачиваться в втором туре. Но! Так. Дело в том, что президентским выборами ситуация, борьба за власть на Украине в этом году не кончается. Это всего лишь приглядел парламентских выборов. Вспомните историю с господином Ющенко, с господином Януковичем. Проиграв, когда Евросоюз начал третий тур и показал нам знаменитый фокус, да, что можно провести третий тур, и Ющенко выиграл выбор, они выиграли потом парламентские выборы и низвели президента Ющенко, и вытеснили его из политики, и сделали, что хотели, да, Янукович стал потом президентом и так далее. Поэтому эта игра там может быть продолжена на парламентских выборах. Если Зеленский проиграет президентские выборы, очень просто будет раскачать эту ситуацию. Он уже сказал, что Майдана не будет, но он не отвечает за Майдан. Там могут выйти люди, будут протесты, выборы объявят украденными, естественно, и это будет прелюдия подготовки к будущим выборам в Раду. А вот выборы в Раду уже там, кто придет. Сегодня у господина Порошенко есть контроль над Радой, у него есть крупная фракция, я думаю, что фракция Яценюка ему поможет в случае чего удержать власть. Но вот будет ли его следующая Рада, это большой вопрос. Ну вот если следовать логике господина Деменецкого, то получается они уже выбили из-за боймы пани Юлию. Я бы так не говорил. Людмила, я бы так не говорил. Может еще придется и Людмиле, это, пардон, заговорку, Юле предложить пост премьера. Да, говорят, что господин Деменецкий способен на это пойти. Абсолютно верно. Вы как полагаете, обеспечивали уже себе победу господин Порошенко, если следовать логике этих аналитиков? Ну я думаю, что его шансы заметно возросли после того, что он вышел во второй тур. Вот можно говорить так, то есть говорить о том, что 100% рано, конечно, потому что отрыв все-таки Зеленского очень значительный. Но тем не менее, ну как бы его шансы увеличились уже по-любому, уже хотя бы то, что они у него остались. Валерий, такой большой разрыв между Зеленским и господином Порошенко. Ну давайте вот мы с вами порассуждаем. Во втором туре, ну все идет пока к тому, что Тимошенко все-таки призовет голосовать за Зеленского. Вряд ли за Порошенко, вы согласны со мной, да? Поэтому уже как там они сговорятся? Это то, что вы думаете. Сговорятся они, да, ну то есть вы предлагаете, да, что в такой ситуации, что Тимошенко станет премьером при Порошенко. Может быть и такое, на короткий период. Хорошо. Я все-таки, у меня другое мнение. Господин Реница, как вы полагаете, этот разрыв как-то вот удастся ликвидировать? Ну, насколько я информирован, все лидеры, вот первая четверка, пятерка, никто не собирается свои голоса отдавать Порошенко. Все так, по крайней мере, говорят политологи в Киеве. Поэтому, ну, было бы правильно с точки зрения политологии сказать, что Зеленский одержит победу. Я рискнул тоже вместе с этими политологами предположить это. Но борьба будет очень жесткая, это понятно. И я не думаю, что Порошенко пойдет на все абсолютно. То есть заплатит любую цену, чтобы остаться президентом. Потому что потом это может повернуться против него очень жестко. То есть, ну, Майдан не Майдан, но будет просто, если он перейдет эти все черты, то будет очень жесткое к нему отношение народа. Ну, я думаю, две трети или даже больше, 78 процентов, он не может рассчитывать просто дальше на них. Ну, он же хочет остаться в политике, хочет жить там на Украине, да? А если он перейдет все черты, то это не так просто. Приехать в Молдайский. И кроме того, Людмила, я закончу. Те, которые хотят закончить войну на Донбассе, я думаю, что выберут Зеленского. Господин Западенский, из чего исходят политологи? Они смотрят резерв, который остался. Есть два кандидата. Смотрят теоретически, да? Откуда может взять свои голоса господин Порошенко, откуда может взять голоса господин Зеленский. Так вот, пока никто не нашел, откуда может взять свои голоса господин Порошенко. Вы соглашаетесь с этим или нет? Я соглашаюсь с этим и готов поддержать моего коллегу Валерию Вереницы в том вопросе. Для того, чтобы взять ему новые голоса, ему нужно в корне поменять все, что он до сих пор говорил и делал. Значит, мы изучили внимательно ситуацию в регионе. На сегодняшний день у господина Порошенко испорчены полностью отношения с Бенгрией. У него очень прохладные, я бы сказал, совсем холодные отношения с Румынией. У него отношения, мы говорим, по границе. А при всем при том, хотите интересный факт, в Румынии проголосовало большинство за него. Мы сейчас вы на эту тему тоже поговорим. И в конечном итоге получается, что внутри страны, накануне выборов, несмотря на то, что ему Евросоюз советовал не принимать закон о государственном языке, и не заниматься усиленной укранизацией общества, он в конечном итоге их не послушал. И этим самым вызвал огромный оттек своих избирателей, которые еще вчера были готовы за него проголосовать. Мы 10 дней назад, я опубликовал на нашем портале именно эту статью, можете посмотреть, и вы увидите, что все то, о чем мы написали, в конечном итоге сошлось. И я, для того, чтобы закончить, я считаю, я считаю, что вряд ли в этой избирательной кампании господин Порошенко получит первое место. Быстрее всего, первое место получит все-таки Зеленский. Вы знаете, я думаю, что все-таки, я соглашусь больше с семьей, что господин Порошенко на сегодня нужен внешним партнерам. Вот, вы прям с языка сняли вопрос, потому что вопрос был относительно того, что, секундочку, давайте я уже сформулирую, мы уже продолжим все хором беседу. Вот вы говорите, так вот, обстановка такая, вот политологи, значит, они предрекают. Ну, ведь мы хорошо знаем, что внешний фактор для таких стран, как Украина, как для Молдова, да, как для Грузии, ну, мы можем продолжать с вами еще этот список, он очень-очень влиятельен. Вот с этой точки зрения все смотрят на Соединенные Штаты Америки и говорят, ну, Штаты все-таки очень активно поддерживали господина Порошенко, если бы не американцы, то вот он бы даже этого результата не взял. Как вам вот эта версия, господин Порошенко? Вы знаете, я, Сергей Викторович Сталин, хоть и был жестокий человек, но говорят, не глупый, вот, он как-то сказал, что, говорит, мне как-то Рузвельт объяснил, что демократия – это власть народа. Потом добавил, говорит, американского народа. Мы замечаем, что все демократические, гуманитарные принципы удивительным образом всегда совпадают с интересами США, понимаете? Вот если Косово, надо признать, надо признать, если тех надо бомбить, можно бомбить. Я думаю, что Милошевич закончил в Гаге, да, за то, что делается пять лет уже на Донбассе. Тот же господин Коломойский, который был рьяным врагом, и мы помним, кто больше всего критиковал Кремль с началом конфликта на Украине, да, кто организовал болельщикам назначенные наметенные кричалки и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас его читал интервью и просто, знаете, ошалел, да. Он говорит, боже мой, а что мы с Путиным воюем? Мы не с Путиным воюем, мы друг с другом воюем на Донбассе. Да, вот это сказал господин Коломойский. Почему господин Коломойский уловил очень хорошую вещь и, наверное, своему, так сказать, вставленнику ее внушил? Украинцы устали от этой войны, понимаете? Она им надоела. И все больше и больше людей понимает, что это не Путин виноват, понимаете? Это не танки Путина урчат на Днепре или на Днестре. Это наши внутренние проблемы. Мы не умеем перестраивать свою страну, мы не умеем отставить свои интересы, к сожалению. И мы попадаем в эти ножницы геополитические, когда идет противостояние. Поэтому я говорю, что да, американцы сделают все для того, чтобы оставить господина Порошенко. Так, то есть он им импонирует, они уверены в нем, как в надежном партнере. Это будущий президент будет вынужден выбирать между тремя, бродить между тремя соснами. Это самое главное сосна. Они очень много должны уже Западу, и они должны будут учитывать первые интересы. Второе, они будут должны учитывать интересы олигархов. Это будет на втором месте, да, разборок между олигархами. Там несколько крупных олигархов. Ну, будем приезжать. Фирташ, Бу, как бы Пинчук, ну много есть, Ахметов и так далее. И третье, это на третьем месте будут интересы украинского бедного народа, который очень сильно пострадал за эти годы. Спасибо, господин. То есть я понимаю, что вы считаете, что влияние статов здесь было чрезвычайно велико. Вы согласны, господин Западенский? Это я не согласен. Я считаю, что в конечном итоге 21-го числа, когда состоится вторая траектория выборов, Порошенко не пройдет. Если судить по тому, что Евросоюз заморозил все транши и ничего Украине не дает. Если учесть, что сегодня из Украины идет массовый отток населения, и сегодня она является второй по численности, по качеству жизни в Европе. Она одна из беднейших стран Европы. Я не думаю, что людей можно будет за коврижки заставить прогрессовать за Порошенко. Спасибо. Вы как полагаете? Я думаю, что интересы США тут будут соблюдены при любом случае, при любом исходе. Потому что и Порошенко, и Зеленский вполне устраивают Вашингтон. И Зеленский тоже. Конечно. Правда, Порошенко устраивает больше. Он же с грехами. А ты еще не сделал грехов. Поэтому я думаю, что принципиально ничего не изменится. И в любом случае, даже если Зеленский станет президентом, принципиально политика Украины не поменяется. Почему спрашиваю? Потому что у нас ведь тоже говорят, что Соединенные Штаты, они очень влияют на реалии молдавской политики, называют конкретных политиков и конкретные партии. Поэтому вот нам интересно, действительно ли так велико это влияние на той же Украине, что вот в конечном итоге поддерживается один из кандидатов. Сукин сын, но наш сукин сын, этот диктон, в общем-то исходит не от Европейского союза, а от Американского. Это мне говорит о том, что американцы могут чтить свои ценности внутри страны. И очень строго соблюдают их. А вот что касается внешней... Для внутреннего потребления. Да, что касается внешней, они более либеральны. То есть они могут позволить себе поддерживать даже, например, Пиночета. Они спокойно поддерживали, даже если он был диктатором. Поэтому я думаю, что... А вот Евросоюз, да, он более как бы последователен в этом вопросе. То есть своя система ценностей, они стараются... Это их слабо. Мне кажется, что тут дело немножко в другом. Просто Штаты далеко для них. Вот то, что происходит на Украине, никакой опасности не представляет. А у Евросоюза это все прямо под боком. Хотел бы добавить... Ну, а если подумать, почему Украина, потому что рассматривается как противник России, то Штатам совсем не все равно. Чтобы дополнить вопрос с теми нюансами, который предполагает... Ответ с теми нюансами, которые предполагает ваш вопрос, то скажу, что если бы не было 39 кандидатов, то Зеленский, может быть, выиграл в первом туре. А о чем это говорит? Это говорит о большом разочаровании народа. И я думаю, что Порошенко не сможет преодолеть это разочарование. Слишком. Помните, что касается Зеленского в роли президента, как он будет договариваться. Знаете, он был один раз президентом в фильме «Слуга народа». И там была такая серия, где он был очень жестким с Международным валютным фондом. Я думаю, в реалии, не виртуально, а в реалии, он будет немножко по-другому. Вообще политика портит людей. Я думаю, это случится, к сожалению, с актером Зеленского. Счета представит, все будет нормально. В республике Молдова украинцы, имеющие люди, имеющие украинское гражданство, они в подавляющей своей массе 35% поддержали господина Бойко. Вот как вы прокомментируете этот факт? Мне он показался достаточно интересным. Я как-то даже понимаю, почему. А что вы из этого можете? Я думаю, что избиратели проявили мудрость, потому что, знаете, нам очень сильно повезло, что Украина, в принципе, вот то, что говорили мои коллеги, что американцы, они молодцы. Им можно снять шляпу перед ними, потому что они действительно умеют делать чужими руками грязные дела. То есть они сегодня пытаются досадить русским, с помощью Молдаван, украинцев и так далее. Подплачиваем немножко. И давайте кричите в их сторону. Страдает наш интерес. Это лучше всего рассказал господин Венту из Румынии, про эту историю с двумя шайками уличными, когда пацана посылали зацепить кого-то, он получал свою законную оплеуху, а потом был разговор, серьезные люди же не дрались, они садились бы и сняли отношения. Но пацан уже ходил или без уха, или без чего-то. Поэтому у нас есть очень такое, как бы нам очень повезло, что украинцы первыми наступили на эти грабли. Знаете, раньше вот мне, бывший министр иностранных дел непризнанного Приднестровья, мне рассказал такую историю. Его украинский коллега посмеялся над ним в начале 90-х годов. Он говорил, что вот вы в Молдаване устроили конфликт, убили тысячи человек, из-за чего? Посмотри, мы с Крымом порешали, и конституцию приняли, и так далее, и так далее. И вот я его спустя много лет встретил на какой-то международной конференции и сказал, ну ладно, мы тысячи человек убили, но мы это закончили за 2-3 недели, а вы тут 5 лет. И он сказал, Валера, отойди, иначе я тебе стукну. Вот, понимаете, вот, поэтому я говорю, что у нас есть очень хорошая возможность учиться на чужом опыте, знаете, когда умные учатся на чужих ошибках, и не наступать на эти грабли, и сделать выводы те, которые сегодня делает украинский электорат. Дай Бог, чтобы мы это сделали. Потому что наши власти, и украинские власти, и наши власти совершают одни и те же ошибки, не учитывая интересы собственной страны. Обещал Порошенко открыть миллионы рабочих мест, он их открыл, но в Испании, в Италии, в Польше и так далее. Понимаете, то же самое и делают и мы. Мы тоже откроем рабочие места. У нас сотню где-то вяжем проволочки, а остальные миллионы едут в Россию, в ЕС и так далее. Спасибо, спасибо, спасибо. Как вы объясните голосование за господина Бойко? Вы говорите так, что выбор был, у них хотя бы выбор был, это уже хорошо. Это вы с кем сейчас сравниваете, когда говорите хотя бы? Я сравниваю с нашей ситуацией, потому что в принципе мы такие очень похожи. Нам некого было предложить. И мы, как всегда, во всех случаях, что это выбор в городской совет, что в парламент, мы исходим из того, что пусть он будет чуть-чуть лучше, чем все остальные. Вот за него мы и проголосуем. То же самое, такая же самая история из Бойко. Но если возвращаться к теме, к самой главной теме, ради которой мы сегодня собрались, то сегодня в конечном итоге глубокое разочарование социума украинского и желание в корне изменить ситуацию в стране очень велико. Люди устали от Донбасса, люди устали от разговоров о Крыме, люди устали в поисках пропитания и жизни. И когда мы смотрим, кто за кого проголосовал, все становится на своих местах. Если мы говорим, кто где проголосовал, то вы знаете, что в Киеве большинство проголосовало за Порошенко. Почему? Потому что в Киеве, как и в Кишинюре, еще можно найти работу, еще можно найти себе применение. А если пойти в Голубийский... А если пойти в Голубинку, там всего этого нет. И поэтому я думаю, что все-таки во втором туре победит Зелинский, а все разговоры о том, кому он будет служить, это покажет время. Вы знаете, я за эти годы видел массу наших политиков молдавских. И все они говорили, что они завтра приходят во власть и все изменят в этой стране. Но когда они приходили и садились за президентский стол, или за стол премьер-министра, им клали документы, обязательства и так далее, все эти обещания забывались. То же самое будет и здесь. Так, господин Киселев, как вот если вернуть господину Бойко? Я знаю точно, что наверное переживают представители украинского посольства за этот результат. Есть у меня такое подозрение, я на нем не настаиваю, но тем не менее. Ну ничего, ничего. Вот примерно так. Мне неизвестна реакция и эмоции представителей украинского посольства, но я вот был, честно говоря, удивлен таким результатом, вот как проголосовали граждане Украины, проживающие в Молдове. Ну я, и вообще, кстати, сам результат и на Украине, который показал Бойко, то есть я думал, что там все будет гораздо хуже для него. Тем более, что против него пропаганда работала. Да, против него очень сильно работали все СМИ, и я не ожидал, что... Ну для меня это просто показатель того, что ну как бы есть запрос на политика, который проводит именно вот такую политику, те лозунги, которые декларировал Бойко. Господин Бойко, он известен как... Спасибо. Он известен как у них вот, ну не знаю, называют пророссийский кандидат, да? Вот если кого-то называли пророссийским кандидатом на Украине, то это был господин Бойко. И вот у нас его в Молдове поддержали. Как вы это прокомментируете? Я думаю, что мы не слишком следили здесь, в Молдове за этими выборами. Разве что только специалисты. Я наполовину украинец, и то последние три дня посмотрел. Это можно сказать в большей части зрения. Но я имею в виду, у тех, которые паспорта украинские могут и хотят проголосовать, я думаю, что просто команда Бойко подсуетилась и думала, что здесь тоже можно где-то, как иногда делают румыны, когда идут выборы в Европарламенте, да? Ну хотя бы сколько там, несколько тысяч или сколько там, несколько сот и все равно это что-то. Какой-то улов, да, я так думаю. Просто остальные подумали, что им хватит там на Украине или еще где-то, я не знаю, в диаспоре Канады, в США и так далее. А давайте предположим, что и посольство постаралось. Ну давайте предположим, да. Тоже. Так со знанием дела. То есть ты подставляешь сейчас. Вообще, если вы говорите о... Я просто дью бальзам на душу сотрудников, они ждут сегодня звонка из Киев. Вот зря этот пас вот сейчас вам с посольством. Давай, я смотрю, он вас так воодушевил, господин Демидетский. А вот зря вы смеетесь, кстати, когда я говорю о том, что очень много у нас общего в плане голосования. Смотрите, те же самые проблемы с диаспорой, только у них это была Польша и Чехия. Вот так же, как у нас. Люди, да, они стояли... Я вот видела вчера, видела. Там сумасшедшие очереди, люди подходят к ним с микрофоном. Значит, и они говорят, да мы только полчаса стоим. Говорит, в принципе, очередь движется, и мы надеемся, что мы в конечном итоге проголосуем. В Чехии точно такая же была ситуация. У нас, по-моему, 160 с миллионами, с тысячи, да, с украинскими паспортами Молдовии. 160 тысяч. Ну вот не буду врать, точно не скажу эту цифру. 160 тысяч. Я, по-моему. Но проголосовала, по-моему, полторы тысячи или сколько? Ну, очень мало. Мало. В принципе, мало проголосовала. А с чем это тоже связано? Нужно опять будем ругать посольства? Да, господин Демидетский. Автобусы не подали. Нет, почему? Автобусы были. Автобусы были. Снова организовала, организованный был подвоз здесь в Приднестровье. Все было нормально, подготовлено. Вот здесь посольство, я их похвалю, они были на высоте, они проставили автобусы и так далее. Вы понимаете, в чем проблема? Вот то, что Валера очень мудро сказал, как бы никто никому не отдавал свои голоса, человек заходит, остается в кабине и может там даже написать, значит, самое... Да, за Путина, для Визы. Да, конечно, в итоге. Поэтому я говорю, что крупу можно взять, водку можно взять, а потом зайдет и скажет, и составит фигуру из трех пальцев. А я хочу вот так вот. А я хочу вот так. Хорошо, теперь самый главный вопрос, который должен волновать по идее нас, это все-таки кто предпочтительней для Молдовы? Если мы возьмем уже второй тур, я имею в виду господин Порошенко и, значит, господин Зеленский. Вы знаете, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, я бутылку поставлю, если Зеленский победит, я тоже хотел бы такого, но я почему-то думаю, что все-таки Порошенко проведут. Но если будет Зеленский, конечно, возможно... Знаете, у Зеленского нет этого страшного груза, который есть у Порошенко. Порошенко завязывал в этой войне. И у него под выборы уже не было другого выхода, да, как вот Томас, армия, война, Путин, враг и так далее. Он на этом делал свою избирательную пропаганду. Сейчас развернуть ее обратно очень непросто, понимаете? Это раз. Во-вторых, ну, очень тяжело садиться за стол переговоров. Все-таки человек, у которого нет на спине груза ошибок, да, легче сесть за стол переговоров и сказать, что давайте вот здесь что-то изменим. А то, что у украинского общества есть, как бы, пожелания внутренние... Да, там очень много идут людей воевать. Я удивлялся. У меня там масса родственников, друзей. Я всегда спрашивал, ну, как же так за 500 евро в месяц идти убивать кого-то и свою жизнь ставить под риск, там шкалек куча. Там 13 тысяч, по-моему, погибнет, пол дивизии и так далее. Но они говорят, а что ты хочешь, говорят, это у вас там возле Молдавии, говорят, богатые украинские села, они там что-то крутятся, торгуют, ездят на зарубки и так далее. А ты поедешь на винничаю и так далее. Там пустые села, выбитые. У кого тоже примерно такая же проблема, как и у нас. Пустейшая страна, понимаете? И когда человеку нечего делать, он действительно идет туда. И самое интересное, мало кто знает, что очень много людей, которые прошли там войну и которым положены у них же и эти медали, и ордена и так далее, очень много сейчас сидит. А эти власти, мне кто-то говорил, что там буквально много тысяч сидит уже в тюрьме за совершение каких-то других преступлений и так далее. А ты еще и повод им не платить все эти выплаты и так далее, и так далее. Многие из них совершали, потом приезжали и совершали преступления, очень много оружия гуляют. Там ситуация очень сложная. Поэтому Порошенко тяжелее будет вести эти переговоры, чем вести Зеленского. Я поняла, но вопрос был несколько все-таки иным. Для Молдовы предпочтительнее все-таки. Начнем с того, что господина Зеленского спросили, как он видит свои взаимоотношения. Он ушел от этого ответа. Я думаю, что сегодня ни Зеленский, ни нашей власти еще к этому диалогу не готовы, потому что все мы находимся, будем говорить, в подвешенном состоянии. Там еще не закончились выборы, мы не знаем, во что они выжатся. У нас пока нет той составляющей, которая могла бы сесть за стол переговоров. И не будет пока там не закончиться. Да, вы говорили уже эту свою версию. Поэтому это взаимосвязано. Поэтому говорить о том, как выстроятся отношения, я думаю, что только после 21-го числа, может, ему времени и у нас что-то прояснится, можно будет говорить о том, каким будут эти отношения. Но, тем не менее, все говорят об отношениях Порошенко, значит, Плохотнюк. И действительно, если вспомнить и верить тому, что у господина Порошенко здесь много бизнеса, я бы хотела телезрителям напомнить, о чем здесь конкретно идет речь. Приднестровье владеет акциями заводов Молдав Кабель, Бендерского, да, маслоперерабатывающего, Бендерского в комбинатах хлебопродуктов, пивзаводов, фабрик Тегина, Флуари. Кроме того, является совладельцем ММЗ, да, значит, в Террасполе акционер завода «Электромаш» в Молдове, самый большой актив торговый центр «Джемини». Кроме того, акционер местной шоколадной фабрики «Букурия» и стекольного завода. Так это прекрасно, войны между Украиной, Молдовой и Пенистровей уже не были. Я поэтому спрашиваю, вот с точки зрения этих всех моментов. Вот вы не ответили на мой вопрос, сейчас пытаетесь отвечать. Господин Западинский, не секрет ни для кого отношения господина Порошенко и господина Плохотнюка. Вы знаете, бизнес и политика – это две разные вещи. Да что вы, так хорошо совмещают у нас это и на Украине. Это у нас они, по одной простой причине. Я себя говорил, что впереди всегда идет экономика, она два шока должна идти. Должна идти. У нас она не идет, поэтому мы имеем такую экономику и такую политику. Но если вернуться к здравому смыслу, и в конечном итоге, я не думаю, что проиграв, как его Порошенко на этом закончится вся жизнь. У него есть чем заниматься, есть какие-то вопросы, которые он будет и дальше продолжать решать. И я не думаю, что он запросто тут же куда-то уйдет. Он не уйдет. То есть бежать не будет, как вот пишут некоторые СМИ, мы сейчас поговорим, даже предлагают куда. Нет. Нет. Он просто отдаст то, что забрал. Еще скажите по доброй воле. Еще, конечно. А Буламойскому легко было разобраться с первым банком Украины. Вызвали, потом вызвали к американскому послу, и все нормально. И он пришел и сказал, хорошо, я уезжаю. И подложил свинью. Поэтому я говорю, что вот как американцы проезжают. Вы помните, когда Байден встретил. Приехал вице-президент США в Киев. Уже фигура вице-президента в Америке, это такая очень странная фигура. Она только выстреливает, когда убивает президента. Как с Кеннеди. И вот он приехал, сел по голове села. Все остальные сели сбоку и слушали. Ну и нормально. И сейчас тоже, господи, приедет в Бендеры, в Кишинев, другой представитель Скорзнаки. У вас вчера был представитель Порошенко, теперь сейчас другой. Все остальное бизнес-бизнесом. Все продолжается. Спасибо. Спасибо за ваше вступление. Закончите, пожалуйста, мысль, господин Западинский. Я думаю, что все пойдет по такому сценарию, который здесь даже в нашей беседе проглядывается более-менее четко. Кто бы ни пришел, Порошенко или Зелинский, я думаю, что в ближайшее время какие-то концептуальные вещи будут изменены. И этого хочет не только украинский народ, но и соседи, и страны, и регионы, которые находятся рядом. Им совершенно эта войнушка, вот это противостояние не нужно, потому что в конечном итоге она только в минус выводит и общество, и экономику. Поэтому я думаю, что все-таки, как его будет избран, Зелинский. Я принял ваш призыв. Я уже это поняла. Нам надо разбить, чтобы мы по-любому с вами участвовали. А я не слышал их продолжения. И здесь я могу только добавить одно. У Зелинского он все начинает с чистого листа. А раз он начинает с чистого листа, я думаю, рядом с ним появится тот наставник, который продиктует его слои, которые будут... О, вот тут вот как раз, да. Вот будет ли потом лист чистым? Тут как раз говорят, что это самое... Илья, ваше мнение. Я думаю, что независимо от того, кто станет президентом Украины, принципиально ничего не изменится. Потому что наши страны, Молдову и Украину, очень тесно, так сказать, сидим в колее, чужой колее восточного партнерства, Атлантического совета. Например, проблемы, которые мы не можем решать с Днестром. Вот почему бы нам, чтобы это не изменилось в лучшую сторону? Потому что пока те переговоры, которые мы ведем, извините, молдавской делегации нужно ставить большой жирный минус. А хочется, чтобы к нам прислушивались. Ну да, хочется, допустим, чтобы к нам прислушивались, например, по вопросам Днестра. Это очень важно. Я о том же. Но вот насколько это будет осуществлено, я не знаю, не уверен. Мне кажется, что вот на нас в Киеве смотрят так, очень свысока. Несмотря на то, что якобы такие вот дружеские отношения между олигархами. Ты судишь по заявлению Ющенко с картой, да? И это тоже. Поэтому я думаю, что особой разницы не будет от результата выборов. Я так не согласен. Господин Реницын, давайте выслушаем вначале, Валерия. Свысока смотрят, вот хочу ваш комментарий, и в отношении перемен. Да все кругом на нас смотрят свысока, и в этом виноваты мы. Какая бы власть ни была, какой бы президент ни был, мы должны с ними договариваться в любом случае. То есть, кто бы там ни был. И мне кажется, что любой президент, Зеленский, Порошенко, или даже если что-то случится и будет другой, они будут говорить с нами, исходя из интересов украинского народа. Конечно. И мы должны сделать то же самое, и в дипломатии постараться, чтобы на нашей стороне было побольше друзей в этой геополитической игре. По-другому нельзя. Друзей в политике нет. Постоянно. Друзей и врагов. Постоянный интерес. Да, есть только постоянный политический интерес. Поэтому вот это ответ на ваши вопросы о дружбе господина Порошенко. С дружбой господина Порошенко. Изменится ситуация, будет дружба с другим или не будет дружба этой. Это все зависит от себя. Если у них... Сколько друзей было у господина Порошенко, сколько друзей было у господина Плохотнюка, все... Если у них бизнес, то бизнес может продолжиться, а бизнес, самые интересы страны, интересы страны. А вы точно так же считаете, что вот если он проиграет эти выборы, то он не станет вот бежать, искать себе убежище? То есть врут все те, кто намекает на Испанию? Ну а куда им убежать? В России не убежать, в Евросоюз, в Штатах не убежать. Лидер Ландекс, ага Шмидер. Называют Испанию и Молдову. Ну, по глобализму далеко не убежишь. Валерий так задумался. Да, я так пытаюсь понять, насколько мы тут можем уберечь его, если вдруг что, да. Слушай, у нас есть еще один городок, пригласим его, сделаем мэром, и потом будем... Разве что в Криковских поддавок. В Криковских поддавок. Возбудились вы при слове «бендеры». Вы знаете, мы начали сравнивать все-таки ситуацию у нас и у них, и смотрите, многие политологи напирают на тот момент, что у нас при любых выборах всегда идет противостояние пророссийских и прозападных сил. Ну вот на этих выборах все-таки уже были так попытки, я бы сказала, на некоторых, значит, на этом геополитическом поприще себя, что называется, не пробовать. А вот на Украине-то этого и нет. У них как раз, как вы говорите, у них борьба в основном развернулась с олигархами. Ну что, вот у них так много пророссийских кандидатов, что вы так посмотрите. Ну Порошенко только на этом и проводил выбор. Ну с кем он боролся? Как с кем? С Путиным. Я еще, господин Демидетский, я еще не дошла до того, чтобы Путина считать украинской силой. Нет, Людмила, я с вами соглашусь, что боролся он с украинскими олигархами. И Донбасс, и все это, что случилось на Украине, это была борьба олигархов. То есть одна группа олигархов захотела убрать Януковича. А теперь у них такое же отношение к Порошенко, который сделал то же самое, что Янукович. Подгреб все под себя и все контролирует, понимаете? И эта борьба будет вечной. Но, понимаете, сказать, что я не люблю Коломойского, или не люблю Таруту, или не люблю другого, это не повод. Вы всех любите, да, мы поняли. А вот не люблю Путина, и вот Донбасс, Крым, ну надо быть, не знаю кем, чтобы не воспользоваться таким шансом поднять настроение и так далее. А, черт возьми, черт возьми, сегодня мамалыги нет и вина нет, но зато мы там насолили. Вот что-то сказали, что-то с плакатом выбили и так далее. Ну и посмотрите, даже телеканал дождик не сбили. Академическое положение в стране, война, как можно упустить это? Да, и армию мы вооружаем, как в оборонном комплексе был скандал и так далее. Вы увидели вот здесь некое различие между компаниями, которые проходили у нас и вот на Украине? Я сказала конкретно по какому поводу? Я вам скажу такую вещь. Я вообще не верю в так называемые векторы. Есть просто свои личные интересы. И желание прикрыться на всякий случай. Но в принципе, если вы вспомните всех, кто приходил во власть, они всегда приходили под каким-то флагом. И тут же этому флагу изменяли. Не буду приведать пример, вы сами знаете, о ком мы говорим. Еще вчера он клялся в любви, а завтра он уже закрывал двери. Так, я поняла. Мне интересно теперь ваше мнение. Валерий, вы как полагаете, есть в этом здравое зерно, что этим мы очень сильно отличаемся, что Украина, она все-таки, может быть, здесь пошла вперед, а может быть, мы пошли уже вперед, что мы только это обсуждаем? Нет, то, что различает сильно наши выборы, которые мы прошли месяц назад, и президентские выборы, я думаю, это история Зеленского. Потому что, и здесь есть пример, с которым можно сравнивать, вот наши пришли, наш правый сектор, о комовцах, которые говорят, что мы свежие и обновленные политики, да? И посмотрите на Зеленского, который действительно, за ним трудно сказать, кто стоит, если даже стоит, да? Он сам образованный, креативный, и политик, который по нраву, по нраву украинскому народу, хотя он русскоязычный патриот Украины. Ну, его так назвал Господин Аваков. Тоже, тоже интересный. Вы повторяете это, да? Я повторяю, потому что я верю в эту формулу. Я просто наблюдал некоторое время за ним, и он начинает говорить, начинает фразу на украинском, а потом все остальное идет на русском. Я понимаю, какого он замеса, да? Поэтому, а у нас, те, которые называют себя креативными и новыми, да, немножко, немножко, я так выберу мягкое слово, ограниченные и очень жестко связанные с какими-то людьми или структурами. Вот человек, который креативный, он сразу генерирует какие-то идеи. Я даже, вот возьмите борьбу, кратко и закончу на этом, борьбу с коррупцией, да? Сколько у нас говорят, какие-то типовые шаблоны и ничто никто не предлагает. Вот он с кем-то там поговорил и сразу сказал, а почему нам не воспользоваться законом Линкольна из штатов, который предполагает, что человек, который сдал коррупционера, получает 10% из тех денег, которые преступник вернул государству. То есть, который коррупционер вернул государству. Закон Линкольна. И он предложил... Мамдалии, боже мой, просто не будет сидеть. А потом будут спрашивать, кто написал 4 миллиона граждан. Ну дайте, пожалуйста, заполучить. У нас экономист, вроде бы, да, в лице Майи Санду, которая училась в Гарварде. Сколько предложений сделала она конкретных по борьбе с коррупцией? Вот говорить о том, что они будут... Как? Они законы целые написали? Они говорят одно, что мы жизнь не положим. Да, это легко говорить, да. Мы жизнь положим вот за эту борьбу. Не надо ложить жизни. Чем мне понравился Зеленский, это единственный кандидат. Все кандидаты тратят сумасшедшие деньги на продвижение своей кандидатуры на избирательную компанию. Да, он просто показывал свои шоу. А господин Зеленский нашел, и избиратели еще и платили ему за это. Да, билеты покупали на концерт. Если вы говорите о Зеленском, то мне кажется, что главная фишка, наверное, в том, что это не системная политика. Это сейчас модно. Понимаете? Это тоже. Их так называют. Ну да, вы по-иному сказали, это не свежие у нас и не обновленные. Это системные у нас те же политики. У нас они, конечно. А он не системный. Но, к сожалению, он станет системным. Но, к сожалению, станет системная политика. Как он попадает в систему. Но, вы знаете, самое интересное, что я заметил. Все-таки виноваты, правые коллеги, виноваты мы сами. Знаете почему? Потому что можно ругать Путина, Порошенко, Плохотнюка, кого угодно. Мы их выбираем, и мы действуем таким образом. Понимаете? Когда мне украинцы говорят, то Порошенко хороший, потом Порошенко плохой, Саакашвили хороший, Саакашвили плохой. Сейчас Зеленский хороший. Череда разочарований будет продолжена. Как мы разочаровались много раз за 30 лет независимости. Понимаете? Качество людей, которые выбираете и оценивают, должно измениться. А не политики. Политики всегда предложат, чего вы хотите. Хотите много гусей, пожалуйста. Хотите много водки или баб, тоже, пожалуйста. Пообещаем. Я просто на чем акцентировала внимание, что все-таки есть это различие, потому что украинцы, хотя бы те, кто записали в Конституцию евроинтеграцию, то есть я говорю, у них вот эти основные геополитические моменты, они в принципе решены, они дружно и хором, идут в едином, что называется, направлении. Хотя есть и люди, которые эти взгляды не поддерживают. В том же направлении, как и мы, где нас не ждут. Их тоже, кстати. Это еще вопрос, куда мы, господин Дреница. Вот у нас сейчас как раз идут большие споры, значит, по поводу того, какой будет наша правящая коалиция. У меня остается совсем немного времени, но не спросить вас по главному событию сегодняшнего дня я не могу. Я сейчас говорю о реакции Акумовцев. Они сегодня четко сказали, что на переговоры к президенту они не идут. И наоборот, они свои хотят переговоры. Они написали кабинет парламента и очень хитро пригласили на эти переговоры всех тех, кто считает себя борцом с антиолигархическим режимом. Вот такой ответ. Господин Дреница, о чем это говорит? Это говорит о том, что они ни с кем не будут договариваться, что они работают на свой имидж и что они готовятся к местным выборам и к выборам президента. То есть вот все эти их выдвижения, давай я тебя выдвину премьером, а ты меня выдвинешь спикером, это заведомо такие вещи, которые они точно знают, что никто не поддерживает. Рейтинговые ходы, просто они играют, это месседжи, которые они посылают своему электорату, что мы остались вам верны и что мы, если не сейчас, то в следующий раз, как это говорят политики, обязательно сделаем, что вам обещали. Спасибо. Валерий. Абсолютно согласен с Валерием. Выборы парламентские проиграны, после выборов парламентских не получилось сделать ничего, а наоборот еще развал пошел блока. Им надо готовиться к местным выборам и к президентским выборам. Здесь вопрос лидерства, а кто пойдет на мэров, а кто пойдет на президента и противостояние внутри окум будет нарастать. Они сегодня не союзники, понимаете, поэтому, скорее всего, разговор будут вести о будущей власти, а остальные, но остальные, как в нормальном театре, не должны выдержать паузу, театре главное, а в политическом театре пауза очень важна. Они должны выдержать эту длительную паузу, пока, как все мудрые политики делают, пока народ сам не закончит, ну да, ну уже сколько можно, открывайте занавес, открывайте занавес, вводите конференции. К сожалению, скорее всего, так будет. Я не очень верю особо в досрочные выборы, но вот я говорю, что окум должен перезагрузиться, и они должны разобраться прежде всего с собой, потому что у них не получилось на парламентских выборах. Господин Западенский, как вы поведение окум себе объясняете? Чего ли эти люди хотят? Знаете, это замечательная фраза, а вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь. Я думаю, что быстрее всего мы медленно и верно приближаемся к досрочным парламентским выборам. Они в любом случае состоятся, даже если они на какой-то короткий срок о чем-то договорятся, они работать просто не смогут. Я убежден, что вот это вот желание досрочных парламентских выборов сегодня испытывают все участники нынешней кампании, потому что все они остались неудовлетворены. Они не получили тех результатов, которые они хотели бы получить. Я уже не говорю о тех же результатах, которые они пообещали своим. Ну, у некоторых... Ну, разве не получат досрочные выборы? Ну, у некоторых, да. Они получат то же самое. Я только хотела сказать, не всех хватает травого смысла. Это же другой вопрос. Называется «Затянуть пьесу на два акта». Это как мы помним, да, что вот была такая партия, которая... Билеты оплатят... Господин Демдевки, я вам помочь хотела. Просто была такая партия, которая, как вы говорили, не боялась досрочных выборов, а вы потом ходили и говорили, этот вам голос аукнется. Мы даже знаем, какая партия, что вы имели в виду. Да, Лена, с познанием дела. Безусловно. Ну, я думаю, что позиция, которую заняли Акумовцы, абсолютно неконструктивная. И я думаю, что, в конце концов, это приведет к тому, что они потеряют свои рейтинги, свою репутацию. И я считаю, что, действительно, скорее всего, соглашусь, что дело идет к досрочным выборам. Я вас благодарю и благодарю всех, кто участвовал в этой программе. Мы сегодня так и получилось, что сравнивали ситуацию на Украине, сравнивали с тем, что происходит у нас. Не знаю, очень хочется, чтобы мы уже сравнивали, что вот где-то лучше, сильно видно. А пока вот мы говорим, проблемы у нас, к сожалению, одни и те же, в основном. Спасибо за то, что пришли и за то, что отвечали на мои вопросы. Жду вас опять. Спасибо. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин